С первых секунд игры партизаны завладели шайбой и начали атаковать ворота соперника. В этом сезоне команды по две игры уже провели, заработав по четыре очка. Партизан и Спартак – лидеры дивизиона. Но в этом матче сине-белые оказываются быстрее противников. Как итог, первый гол на шестой минуте игры – ворота Спартака. За 15 секунд до конца первого периода еще одна шайба залетела в ворота красно-белых. Первый период, 0-2, видите, на табло ошибки. Еще Великий Тарасов сказал, кто меньше ошибается, тот игру выигрывает. Не дорабатываем в движении, то есть большой разрыв между нападением и защитой. Нападающий отрезается, не успевает помочь защитникам. Первый гол с пятака, там центральный ошибся, а второй там ребята не добежали, не доработали. На четвертой минуте второго периода партизаны забросили третью шайбу в ворота Спартака. Но под конец периода красно-белым удалось провести удачную атаку. Счет 3-1. Сезон будет сложнее, чем прошлый, однозначно, потому что вот с командой, с которой сейчас играем, это команда наша основная, я так понимаю, соперник будет. Она усилилась, игра практически ровная, ну вот с некоторой удачей на стороне одной из команд. Пока за нас. Поэтому будем бороться. Третий тайм не поменял ход игры. Итоговый счет 3-1 в пользу Синебеллах. Этот матч еще раз показал, что команда «Партизан» лидирующая в дивизионе 50+, Брянска ночной хоккейной лиги. Дмитрий Биллов, Александр Власов, Брянск. Дмитрий Биллов, Александр Власов, Брянска ночной хоккейной лиги.